В третий раз профессор Эдуард Николаевич Цыганов проводил в Объединённом Институте Ядерных Исследований семинар по довольно спорной в научных кругах теме – теме холодного ядерного синтеза. В разных странах мира учёные пытаются что-то делать в этом направлении. Похоже, поезд сдвинулся с места, говорит профессор, хотя ещё не все с этим согласны. В сегодняшний день есть полная уверенность, что это направление физически обосновано. Тема, посвящённая холодному ядерному синтезу, то есть получению энергии из воды, научной общественности воспринимается пока с большой долей сомнения. И зачастую даже как лженаука. Когда человек интересуется проблемой холодного синтеза, ему говорят, ну пожалуйста, займись, займись отдельно, но не мешает делать полезное дело. Есть энтузиасты, хорошие инженеры, нет настоящих физиков. Настоящие физики, ну, я спрашивал моих друзей, там, Пол Шепард, бывших наших коллег. Да, да, но если ты хочешь заниматься холодным синтезом, ну, сделать до свидания всем остальным. Ну, в общем, это социальное явление просто отторгается. Люди боятся запачкать руки вот этим, этой наукой. Эдуард Цыганов – лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники. Главный научный сотрудник и в начале 90-х годов заместитель директора лаборатории высоких энергий ОИЯИ. Занимался научной деятельностью в научно-исследовательских центрах США и является членом американского физического общества. В очередной раз попытался поспорить со скептиками. Говорит, что процесс ядерных реакций при низких энергиях всё же является возможным. Коллеги учёного в очередной раз утверждали, что его доводы не очень убедительны. Моё впечатление от этого семинара, об этом семинаре, здесь ещё много чего не хватает. То есть какое-то предварительное понимание есть, что процесс в природе действительно есть, но моё впечатление, что частота этого процесса, то есть вероятность этого процесса, ну, в тысячи и тысячи раз меньше, чем нужно для практики сейчас. И как это увеличить, этот выход, я не знаю. И докладчик не отвечает. Конечно, эта тема интригующая, просто очень интересная. И если вот как докладчик нам объяснил, если будет последующее развитие, как вот он видит, то тогда цивилизация ждёт другая эпоха совсем, другое качество. Мы будем получать энергию, как вот Эдуард Николаевич сказал, из воды, и соответствующие установки будут расположены на самолётах, кораблях и где угодно. Семинар, который прошёл в лаборатории физики высоких энергий, назывался «Процессы ядерного синтеза в проводящих кристаллах». Речь идёт о проникновении ядер Дейтерия в кристаллическую структуру платины. Здесь кулоновский барьер между ядрами модифицируется экранирующим действием электронов атомных оболочек и электронными проводимости. И сейчас, и на предыдущих семинарах, профессор Цыганов подчёркивал, что холодный ядерный синтез в металлах становится возможным из-за того, что имплантация атома в кристалл приводит к их возбуждению в зоне ниш кристалла. Расчёты показывают, что прозрачность кулоновского барьера возрастает на 60 порядков, если два атома Дейтерия встречаются друг с другом в нише проводника в ориентации крест-накрест. Тепловыделение в реакциях холодного синтеза в 10 в шестой степени раз больше любых химических реакций. Учёные, которые занимаются холодным ядерным синтезом, утверждают, что в кристаллической решётке металла происходит слияние ядер Дейтерия в ядры гелия. Вопрос о механизме перехода энергии возбуждения ядра гелия в тепло остаётся открытым. Кристалл работает как фабрика, которая, по вашему указанию, располагает эти… переводит из невозбужденного состояния в нужное возбужденное состояние, располагает таким образом, который вы хотите, и регистрирует энергию. Поэтому кристалл – это просто хороший автомобиль, я бы сказал, автомобиль, который надо уметь использовать. Имплантируется… ну вот основное направление – имплантируется Дейтерия. Дейтерия, Дейтерия, Дейтерия. Но случайным каким-то образом люди, которые имплантировали обычную воду, нашли тоже выделение энергии. И мне кажется, мне удалось объяснить, как это происходит, и им, так сказать, подать надежду, что нужно работать в этом направлении. А тогда, в этом случае, совершенно неисчерпаемая запаса воды, был на семинаре флешмана. И тогда я решил, что… А, я занимался кристаллом. И постепенно вот как-то пришли эти идеи, что если расположить возбужденный атом водорода вот в состоянии 2П, вот такой восьмерочкой, и приблизить, они не отталкиваются, потому что вы уходите от оболочки. Если сблизить на расстояние примерно в 10 раз ближе, чем атомный размер, то тогда резко идет от этой реакции ядерного синтеза. Показано, что в одной акте, в одной кристаллической ячейке выделяется 24 мева в одном акте. Профессор Цыганов всегда на таких семинарах акцентирует внимание на необходимости не обязательно ОИИ, у которого сейчас мегапроекты и которому не до холодного ядерного синтеза, но другим институтам активнее заниматься новыми источниками энергии, потому что в течение 50 лет запасы нефти и природного газа придут к истощению. Поэтому ведутся исследования в направлении холодного термояда для того, чтобы можно было получать неисчерпаемую и безопасную ядерную энергию. Эдуард Николаевич называл имена ученых, занимавшихся этой темой. Ричард Фейнман, Яков Зельдович, Джулиан Швингер, Луис Альварес, Мартин Флейшман и Стэн Липонс, японский физик Арата. Проблемы перед физиками поставлены, но вопросов здесь по-прежнему больше, чем ответов. Реакции на самом деле есть порциями. Примерно.